Здравствуйте, уважаемые слушатели моего канала. Сегодня я хочу с вами поговорить о сложившейся политической ситуации на начало года в республике Казахстан. Январские события в Казахстане не оставили равнодушным никого на постсоветском пространстве. Уверена, что все люди переживали за судьбу мирных протестующих и чем это закончится, потому что народ везде устал от диктаторских режимов и сопереживали вот этим смелым людям. Многочисленные политологи и журналисты продолжают обсуждать и сегодня, кто стоял за погромами в городе Алматы, которые прошли в результате провокаций, которые раньше дали властью, будут обозначены как нападение террористов. Также анализируются многочисленные выступления президента Такаева, который предстал перед обществом, нехарактерным для него имиджем крутого парня. На мой взгляд, не обошлось без подражания экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Если вот мы вспомним первые дни выступления Касымжамарта Такаева в твиттере, когда он говорил, что он отдал приказы стрелять на поражение без предупреждения, который впоследствии сам же удалил. Ранее я изложила свой укрупненный, ранее, но в актуальном комментарии номер один. Я изложила свой укрупненный взгляд на дальнесрочную программу экс-президента Назарбаева. Я проанализировала все его инициативы по созданию союзного государства, которые с начала 2000 года до последнего момента были подписаны им или его кабинетом министров. По созданию союзного государства на основе бывших республик Советского Союза, или, сказать правильнее, в союзе с некоторыми республиками бывшего Союза. Поэтому меня ввод в войск ОДКБ по такому призыву его назначенца, кажется, Мжамарта Такаева. Лично я воспринимаю как какую-то ихнюю теневую большую группу по воссозданию новой империи на руинах Советского Союза. Поэтому думаю, что все равно все это было спровоцировано спецслужбами или, может быть, людьми, которые были заранее подготовлены кланом Назарбаева. К тому же все 30 лет правления Назарбаева, его внутренняя политика, на мой взгляд, сводилась исключительно к стремлению обогатиться, установить контроль за крупными промышленными предприятиями, месторождениями, подобычей углеводородов, цветных и тяжелых металлов, за средствами массовой информации. Он провел монополизацию всех частных банков в интересах своей семьи под уже занавесь своей политической деятельности и ухода из политики. Он провел в Казахстане приватизацию значимых энергетических объектов. В принципе, было понятно, что начиная с 2018 года до 2022 года, наверное, можно наблюдать определенную тенденцию, которая говорила о том, что Нурсултан Назарбаев готовится к передаче власти. Но и первым делом он, конечно, оставаясь верным себе, занимается вот этой захватнической стратегией, целью обогащения своей семьи. Большинство знаковых зданий, государственных учреждений, построенных еще в бытность Казахской ССР, были приватизированы также его кланом. Огромное количество плодородных земель, колхозов, совхозов были приватизированы в пользу Назарбаевых. И это известный факт, какие-то земли он даже успел, по-моему, неоднократно продать Китаю. Кто был выгодополучателем, можно догадаться. Поэтому зерно, сахар, все это контролируется семейным кланом Назарбаевых. Транспортные услуги, торговые предприятия крупнейшие, дома отдыха, санатория. И даже бывшие вот эти зеленые рынки, вот, например, в Алматы, все вновь созданные, все они каким-то тем или иным образом ангаршированы к семейному клану Назарбаева. И через подставные лица или компании, неважно, весь народ Казахстана понимает, что это имеет отношение к этому клану. Как внутри Казахстана, так и за рубежом у них масса элитной недвижимости. И про самолеты и яхты просто уже не стоит говорить. Поэтому с целью обогащения Назарбаев проводил вот эти реформы по реструктуризации экономики, продажи долей промышленных предприятий, построенных в советский период. Также в новых проектах, построенных уже за государственные деньги, за счет государственного бюджета, размывались доли собственности государства. И затем части появлялись плюс новые владельцы в лице каких-то аффилированных к Назарбаеву компании или лиц. И если кто-то когда-нибудь будет проводиться расследование или в интересах народа Казахстана, государства Казахстан, то можно будет найти массу всяких прецедентов, которые приведут к конечным бенефициарам в лице вот этой семьи. Например, всем известный факт, что у Тимура Кулебаева, зятя Назарбаева, есть совместный нефтегазовый бизнес с представителями российской власти в лице «Газпрома». Это малая доля того, что было озвучено айс-султаном Назарбаевым и оппозиции первого президента Назарбаева. Вывод напрашивается сам собой. Назарбаев ушел, но чтобы вернуться и управлять своими активами, инвестировать собственные уже накопленные миллиарды вновь в экономику Казахстана. И для казахстанцев неважно, должно быть, жив он на самом деле сейчас или не жив, на мой взгляд. Потому что факт передачи власти его ставленнику в лице Такаева прошел, и он стал для всего семейного клана Назарбаева гарантом для сохранения контроля за их активами на территории Казахстана. Ну, понятно же, что это доверенное лицо семьи Назарбаева. В январе 2022 года произошла эта финальная передача власти, преемнику. И это уже свершившийся факт. Назарбаеву оставалось только окончательно отойти от непосредственного контроля за ситуацией и постепенно передавать все бразды правления Такаеву по мере того, как тот будет демонстрировать ему свою преданность. После того, как Такаев окончательно доказал свою стопроцентную лояльность, преданность, Назарбаев по запланированному плану решил сам выйти из большой политики. Ну, или, может быть, существовать и второй вариант, что на него усилилось давление со стороны президента России Владимира Путина, так как возросла актуальность создания союзного государства и, не знаю, будет ли создано это союзное правительство, но так было запланировано и нужно какие-то проекты уже требует логического завершения. Российская оппозиция неоднократно вот ей озвучивался подобный возможный вариант продления власти Владимира Путина в новом качестве или в качестве председателя по аналогии с Нурсултаном Назарбаева, в качестве председателя Совета безопасности и потом отход от власти. Значит, вот как, примерно так, как это организовал для себя Нурсултан Назарбаев. Ну, может быть, ошибки будут учтены, это будет более, ну, как бы, эффектный отход, или, значит, будет создано союзное правительство, и, значит, Владимир Путин возглавит его. Российская, значит, но, как бы, российская оппозиция также говорилась о том, что это будет новый срок пребывания у власти, нового государственного образования, и что, значит, таким образом Путин обнулится и вновь начнёт, придёт к руководству уже более, такое, значит, более, как бы, страны с большими территориальными образованиями. Такова вот моя оценка философии правления Нурсултана Назарбаева и сдачи его власти своему преемнику. Относительно амламатинских погромов, как показывают факты, значит, озвученная внешняя угроза, значит, президентом Такаевым, она сто процентов отсутствовала. Такаев воспользовался войсками ОДКБ просто потому, что так было запланировано, потому, что это было в рамках того курса, который в целом проводит Россия для демонстрации своей военной мощи миру, демонстрация быстрого реагирования на угрозы, чтобы все увидели, значит, вот эту, значит, силу и мощь и оперативность войск ОДКБ, ОДКБ. и все это, в общем-то, нормально в преддверии вот тех планов и той программы, которая, значит, идет в рамках создания союзного государства. Единственное, что ненормально, что это делается вот таким образом, это не единственное, это страшно, что так делается, и проливается много крови и много арестованных жертв, которые обвиняются в терроризме, будучи мирными гражданами. Вот это очень, это просто уже государственное преступление власти. Можно, значит, если исходить из логики, значит, президентов России и Казахстана, можно обнаружить много общего. Это вот контроль за ресурсами, который был установлен, и желание продлевать собственное нахождение во власти бесконечно, и совместный курс к союзному государству, и за годы дружбы, значит, России и Казахстана в лице Владимира Путина и Нурстана Назарбаева не было до этого момента, до января 2022 года никаких противоречий. награждали друг друга и поздравляли друг друга, значит, восхваляя в дни юбилейных дат каких-то. В общем, то, что произошло в январе этого года, это, конечно, ошеломило общество и России, и Казахстана, и других государств, республик. Вывод о том, кому был ли на руки погромный и молниеносный ввод войск, напрашивает сам. Все было организовано не без участия спецслужб, возможно, значит, не только Казахстана, но и России. Возникает вопрос, с какой целью, значит, с какой целью это все было сделано так быстро и так неожиданно. Возможно, можно предполагать, что у Назарбаева случился, например, инсульт, и в свете нарастания социальных протестов, которые шли в Казахстане, власть решила перехватить инициативу и сразу же на корню жестко загасить протестное движение, чтобы без проблем как бы вот чтобы ничто не сломало планов по созданию союзного государства, можно так сказать. И для этого, конечно же, необходимо, чтобы была добрая воля Казахстана. И вот эту добрую волю демонстрирует Такаев, приглашая значит на помощь подразделение УДКБ. И отсюда появляется мне кажется от того, что вот это все уже заранее запланировано и ну как говорится иногда хотели как лучше получается как всегда, но тем не менее на мой взгляд это все было запланировано и поэтому значит ранее значит Такаев, который вел себя довольно сдержанно, вдруг начинает играть неожиданно мышцами, делает какие-то чрезвычайные обращения к народу Казахстана, угрожает народу Казахстана и несмотря на то, что придворные и российские политологи и Казахстан, в основном придворные, потому что Казахстан в то время в основном так сказать был отключен от интернета, они начинают рассказывать о том, что вот не надо думать, что Такаев такой мягкотелый, у него есть опыт 2000-х годов, когда он озвучил, когда он разогнал демократический выбор Казахстана и посадил его лидеров в тюрьму, народ Казахстана хорошо понимал и знал, что Назарбаев чужими руками, а именно конкретно руками Такаева сам не хотел быть причастным к этому, он руками Такаева сделал, осуществил свою волю. Поэтому Такаеву не привыкать озвучивать волю Назарбаева, и поэтому я считаю, что за всеми этими погромами стоят, можно найти различные хвосты семейного клана Назарбаева. В случае, даже если войска ДКБ будут выведены, допустим, что это произойдет, в любом случае повестка останется прежней. Почему произошли погромы, скажете вы, снесли памятники, нанесен ущерб символом власти Нурсултана Назарбаева, Елбасы, лидера нации, была сожжена его резиденция, его соратники находятся некоторые под арестом, кто-то погиб даже при странных обстоятельствах. Скорее всего, значит, кто-то из обывателей подумает, что и поверит Токаеву, что вот он обрел такую неожиданную смелость и решительность. Но можно, конечно, считать, что это связано с потерей дееспособности Назарбаева, но точно так же можно и думать, что это изощренный план такой спектакль по договоренности, что, значит, бей своих по принципу, чтобы чужие боялись. Ну, может быть, и такой вариант. Предметом Турга также могли стать как политические, так и экономические интересы. Например, я отхожу от власти, передаю тебе полностью власть, значит, и взамен вот этого политического спектакля с брутальным Такаевым в качестве компенсации компенсации клан Назарбаева получает юридическую неприкосновенность со всей своей многочисленной семьей и с награбленными капиталами, активами, и, значит, получает возможность жить спокойно, и даже возможность в дальнейшем присутствовать на казахстанском энергетическом рынке, инвестировать, к примеру, в озвученный Такаевым проект строительства нефтегазового перерабатывающего завода. Ну, например, почему сжигали, это как один вариант, ну, и другая возможность у них сейчас появляется зарабатывать. Вот, прошла серия, значит, пожаров на складах военного как бы с оружием и в Казахстане, и мало того, что, значит, с военным оснащением, если правильно сказать, и после погрома в Алматы и бездействия силовиков, значит, были захвачены и другие новые склады, и поэтому для повышения обороноспособности Казахстана вполне, значит, Казахстан может заключать теперь с Россией новый договор, значит, на повышение, для повышения обороноспособности Казахстана и покупку, значит, военной техники, боевого оружия российского производства. Ну, точек соприкосновения и взаимовыгодных проектов у них, значит, остается очень много. И, предполагаю, что очень скоро президент Акаев займется не только назначением новых лиц в правительство, а также переделом сферы влияния в крупном бизнесе и озвучит новые инвестиционные проекты. В данном контексте можно вспомнить о том, что в Казахстане регулярно, значит, происходят такого рода, происходили всякого рода переделы и в интересах, как выяснялось, конечными бенефицарами потом этой собственности становился кто-то из приближенных Нурсултана Назарбаева, а то и сама семья. Здесь ничего удивительного для меня и для посвященных просто нет. Резюмируя, еще раз хочу подчеркнуть, что произошедшие события, на мой взгляд, связаны с окончательным отходом от политической власти Назарбаева и переделом сфер влияния в экономике, бизнесе, бизнес, в бизнесе на территории Казахстана. И что касается политического курса, Такаев будет продолжать, на мой взгляд, озвучивать необходимость проведения реформ, которые, очевидно, ну и всем давно уже назрели, но вряд ли ему удастся с этим справиться, на мой взгляд, так как он зависим от многих вышеперечисленных факторов, также появляются большие сомнения в успехе его реформ, так как в качестве его советников заявились старые кадры с КГБшным прошим, которые вот сейчас с российских телеэфиров, можно так сказать, предлагают ему свои услуги, за одного из которых топит российский политолог Аркадий Дубнов, и не только он. Не хочу называть имен, каждый собственно должен составлять сам свое мнение, это мое мнение, но на мой взгляд не делаются новые реформы старыми кадрами, при этом отучившимися в школах КГБ СССР и родственным и допустим родственным к этой организации каким-то институтом и ведомством. Это как называется старая песня на новый лад или новая песня на старый лад. Таково мое убеждение. Хочу вас поблагодарить за внимание, попросить подписаться на мой канал и до новых встреч на моем YouTube канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!